Значит, мы сегодня просто пытаемся поговорить о космической программе, такая, какая она могла быть у России. Такая, которая вполне под силам, которая могла привозить к позитивным результатам, была бы относительно недорогой, ну и так далее. Утверждается, я не знаю. То, что я буду рассказывать, говорят, что она примерно соответствует ближайшей космической программе в США. Значит, я могу сказать, что я не особенно верю в высадку в 68-69-70-каких-то годах американцев на Луну. Я тоже полагаю, что это институт. Все они не так были расположены? Ну, типа, да. Это неправильный вопрос. Много чего, не особенно в это верю. Но хочется отметить, что на сегодняшний день эта проблема не может быть решена. Почему? Потому что Луна находится внизу глубокого гравитационного колодца. Это означает, что если там садится человек, то его надо потом будет поднять обратно. А это означает, что ему надо преодолеть высокую силу протяжения Луны. Она нашествует земной. И надо с собой привести очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много топлива. И посадить такой корабль нереально, да? В биоризовании. Поэтому, если мы объясним, может быть и реально, но сложно. Поэтому мы должны поискать какой-то другой объект, на который можно легко сесть, на который легко взлететь. И который находится рядом с нами. Такой объект один-единственный. Это некий астероид. Я предлагаю... Это околоземный астероид, так называемый Круитни. Я могу предложить и нечто другое, но Круитни это первая наша цель. Что это такое, что за астероид? Значит, размером он с горой Брус. То есть это приблизительный... Ну, он не шар, он имеет кусок такой... Кусок такой породы размером 5 километров. Диаметра 5 километров. Он обладает очень интересными свойствами. Он движется вместе с Землей в состоянии орбитального резонанса. Это что означает? Это означает, что у них одна и та же, один и тот же год. Но у него, если у нас 365 дней в году, то у него 364 дня. Движется он таким образом. Значит, Луна от Земли здесь. Вот Солнце, вот Земля вот так движется. А вот Круитни, он движется вот так. И всякий раз, где-то в ноябре, вот Круитни встречается здесь Землей. Расстояние между ними 30 расстояний до Луна. Два раза в год, на самом деле. Один раз в год. А вторая перечислилась. А здесь у них они на большом расстоянии. Вот понимаешь, да? Здесь у них большое расстояние. Земля уже прошла, а Круитни еще летит. Здесь большое расстояние. Только один раз в году они встречаются. В ноябре месяце это происходит. Эта ситуация называется ситуацией орбитального резонанса. Что у него у Круитни еще замечательного? Во-первых, его Луна проходит внутри орбиты Венеры здесь. А вот эта выходит за размеры Марса. Его здесь расстояние, если брать в единицах равных астрономических, равных расстояниям от Солнца до Земли, то он приходит примерно на половину этого расстояния к Солнцу и на полтора расстояния уходит вглубь. И еще, что очень важно для него должно быть, он наклонен, значит, его площадь эклиптики где-то по 20 градусов к земной эклиптике, то есть той эклиптике, в которой все наши планеты расположены. Вот. Такова ситуация. Его космическая скорость 2,6-10 на третий километров в секунду. Что это означает? Что мы можем подпрыгнуть, нормальный человек может подпрыгнуть на нем и улететь в космос. То есть ранец какой-нибудь взять с собой, да? Да. Да, да, да. И у него же 10 минус 4 метров в секунду за секунду. То есть 10 в пятый, 10, 100 тысяч раз меньше, чем на протяжении на земле. Но оно все-таки ведь есть. Но крутейшая его проблема состоит, что у него высокая скорость, примерно как у земли, порядка 30 километров в секунду, это его скорость. Но поскольку у него она еще, эта орбитальная скорость направлена к земной под углом, то есть выйти на такую штуку, поставляя сложную задачку. Сложную задачку. То есть проблема выглядит следующим образом. Вначале, каждый год мы запускаем туда спутники, первый этап. Запускаем, управляем мы аппарат. Он находится близко, управлять им легко, и высаживаем его на поверхность Куритни. После этого, через несколько лет, мы отправляем туда космонавта. Космонавты там полетают, полетают, полетят обратно. Потом, на следующем этапе, мы высаживаем туда людей. Они 2-3 дня там походят, и опять улетели обратно. Между прочим, если брать по лунной скорости, как американские астронавты летели к Луне, если до луны летели 7 недель, то значит на такой примерно скорости до Куритни они будут лететь полгода. Это большая задача. 7 недель, 7 дней. 7 дней, примерно. В общем, смысл всего, и все операции высадить, и опять забрать. Да, смысл состоит, что мы покорим реально какое-то тело, высадимся, которое не является землей, космическое тело. То есть, положок там в объем России, здесь были вы, что ли? Да. Как сказал известный покоритель Эльбруса, когда его спросили, ой, не Эльбруса, а Эвереста, когда его спросили, а зачем он нам нужен, чем нужно покорить, он сказал, потому что он существует. Здесь, поскольку... А вообще-то с очень многого существует небесных тел, и знаешь, как-то замучается всяких покорений. Да, но по крайней мере, и наиболее доступное из них вот это. То есть, не Луна, а самая доступная вот эта Куритни. Это астероид, находящийся в ближайшей, близи Земли. А тебе не кажется, что вообще-то в наш век лучше что-то аппараты, автоматы отправить? Ну, я же тебе говорю, что для начала аппараты, а потом человека. Нет, а зачем людей-то отправлять? Подумай сам, уже есть роботы. Потому что она существует, потому что надо чего-то покорять, это сложная инженерная задача. Чтобы развивать инженерию, нужно заниматься сложными задачами. Ну, зачем тело-то перемещать? Тело можно... Даже в современной уже, просто в быту, как бы нашу, перемещать тело, это уже бессмысленно. Мы уже как минимум с электронной почтой там... Я полагаю, что это нужно. Потому что она существует. Потому что надо куда-то слетать, вот туда и слетаем. Что там еще есть особо? Теперь последний этап. Ты предлагаешь нашей бедной стране еще потратить 50 миллиардов долларов? Почему 50 миллиардов долларов? Ну, это примерно, сколько стоило нам Олимпиады в Сочи? Нет, я могу сказать, что... Еще одна Олимпиада по покорению... Своего японского сокола отправляли к астероиду, одна из операций японцы. Это было, ну, там, приблизительно... Ну, в 2010 году до суда долетел, где-то 2006 год. Вся их операция стоила примерно 150 миллионов долларов. Включая несколько посадочных аппаратов, которых им высадить не удалось. То есть понимаешь, что у нас... Заборку грунта и всякое прочее. То есть эта штука, она ничтожна, стоимость его. А, это накладные расходы там? Ну, накладные, да, будут. Помножить на 10 еще не хочешь? Ну, это полтора миллиарда за такую программу, это ничто. Это дешевле стадиона Зенита. Она растянется на несколько лет. Ну, что здесь еще есть? Ты готов астронавта выступить? Я нет. Я не готов. Не, ну просто вдруг не удастся. Значит, он на какой-то кусок астероида высадится, а потом обратно скажет, извините, что-то забрать вас не можем. Да, значит, что там еще есть, особенность там. И вот он год совершает этот круг. И на последнем этапе можно сделать, там развернуть некую определенную базу, надо сказать все, что нужно, выкопать там пещерку на этом деле и отправиться путешествовать. Какой размер-то этого? 5 километров. Этого диаметра? 5 километров, да. А он чистый кусок металла? Нет, не металла, порода всякой. Там силикаты всякие, такие штуки. Выкопать на нем, значит, эту штуку, и туда, значит, на нем полететь в космос. То есть, с одной стороны, можно близко приблизиться к Солнцу, а с другой стороны, можно... То есть, в траншею выкупать, и с ружьем полететься к Солнцу. А с другой стороны, можно перейти за орбиту Марса. И самое главное, он поможет нам сделать то, что в ближайшее время будет недоступно, поскольку его... А, это как-то используют какие-то естественные корабли, да? Да, как естественный корабль, да. Да, и поскольку он наклонен на орбита к площади эклептики, то мы можем совершить путешествие пермакулярно площади эклептики. На них это достаточно приличное расстояние сравнимое. КамАЗ посадочного корабля, она не поколеблит этого... Ну, я надеюсь, что да, что она орбиту его не скинет, да. Надеюсь, что не скинет. Ну, в крайнем случае, можно... Можно с собой взять вот этого нашего известного бобслииста, как он там, разгоняющего-то. И что? Воевода, да, воевода. А что он сделает? Ну, будет... И что разгонит? В случае чего он толкнет, подтолкнет это, значит... Подтолкнет взлетающие аппараты, он отделится от Круидни и полетит к Земле. Ну, дальше придется, конечно, включить опять двигатели, дойти до подходящей скорости и так далее. Но мне хочется заметить, что это как бы естественное место для обитаемой станции. То есть прилететь туда, полгода туда лететь, потом там с комфортом разместиться относительно. И потом совершить годовой полет вокруг Земли уже на Круидни. Пролететь опять к Земле, теперь берет запасная... Запасной экипаж берет. А, вместо того, чтобы устроить искусственный спутник, да, Земли, можно устроить... Он не Земли, он будет искусственный спутник с Солнца. Ну, я понимаю. Чтобы строить, да, чтобы... Надо воспользоваться Круидней. И там уже куча измерений, он же будет... Да, да, обсерваторию можно забацать. Много чего откроем, потому что в голову уже никому не придет. Прямо в медикулярную площадь эклиптики слетает, а он слетает. Ну, даже скафандры там... Ну, все это само собой, сложная инженерная задача. Так это мне интересно. Просто посадка на Марс, допустим, до сих пор и мечтает. Они где-то там в пустынях строят какие-то базы, пытаются жить в этих скафандрах. Нет, значит, с Марсом там... Все это достаточно сложно. Все это легенда, по той простой причине, что Марс это тоже гравитационный колодец. И что если с него слететь, тебе надо опять очень много энергии. А для Круитни этого не надо, тебе достаточно воеводы. Воеводу прикрутил к ракете, он там ножками дрык-дрык, и у тебя вот это... А как-то воевода отталкивается, будто он не затолкнет и уханит в другую сторону. Надеюсь, что нет. Нет, но все-таки 5-5 километров это очень много, да. Когда ты отталкиваешь очень небольшой кусок, то есть там несколько десятков тонн космический корабль, то для Круитни скалера диаметром 5 километров... Но самое-то страшное, когда при посадке, а не при отталкивании. Да, самое сложное, это будет согласовать их скорость. У него уже есть мощная вертикальная компонента, связанная с тем, что он не движется в площади эклиптики. Тебе надо вот это согласовать. Это тоже сложная и красивая задача. Вчера ее надо решать на межпланетных хромисмических аппаратах, но не управляемых. Самое главное, лететь близко. Не надо тех годами куда-то путешествовать. Ты же понимаешь, что в космосе там что-нибудь может выйти из-за... Да, 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 да. Человека туда транспортировать, это очень невыгодно. А плюс, если он еще как-то странно погибнет, это будет просто... Ну, начать надо, конечно, с робота, с робота начать. Нам вот сейчас всякие фобосы, грунты, все остальные задачи нам не по плечу. Нам по плечу что-нибудь такое небольшое, скромное. Я поэтому предлагаю в качестве такого небольшого, скромного, это именно Круитни. Надо с чего-то начинать, опять. Это же просто загонять туда робота, и там по хуеть не будет ползать робот. Потом робот отправится с ним на годовое путешествие к звездам. Но вообще-то есть лунная программа, есть марсианская программа. Так вот это все гораздо проще. Я понимаю, но они как бы разработаны, и обратно не надо корабль поднимать. Не надо, да. Бросил как бы лунахо. А здесь, может, интересно, но вот эти соколы, вот это самое, японские, они забрали часть материала, сейчас они обстреляли его пульками астероид, забрали пыль оттуда, которая вылетела из него, и привезли обратно к земле. 150 миллионов все стоило. А куда они летали? А какое-то там с японским названием астероид, не помню. Как-нибудь я про маму расскажу. Там есть один главный прикол, я почитал по нему отчет, такое ощущение, что у него нет земного протяжения. Прикол состоит. Так что, может быть, Украине его нет, хотя вот астрономы рассчитали, может, у него нет земного протяжения. Я опять говорю, что летать на искусственном спутнике, это не год в невесомости, а то хоть какое-то, но гравитация хоть какая-то есть. Это вот большая подспорья. Маленькая гравитация. Саша, а ты подумай, еда нужна, воздух. Ну, так а чего? А на станции так и летают. Система обеспечения. Так на станции все это сделано на космических. Там же годами люди летают, все есть и еда, и воздух. Ну, туда же все это надо притаранить. Так и притаранят. Ну, ты представь себе, это 5 километров масштаб, как бы, и сколько надо будет туда летать? Да, 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 и в этом лет через 50-м живого места нет. Все застроено, родники, теплицы. Значит, как в ноябре туда прилетает целый десяток лайнеров и космических яхт. Все там начинают бегать, тусоваться. Шутит у них средства, дискотека у них под крышей. А что-то там оттолкнулся. Новый гушарин, что ли, такой? Да, такой хопа там. Потом все, значит, быстро опять в свои яхты попрыгали, улетели обратно на Землю. А эти, значит, несчастные, несколько сот человек отправляются в свое годовое странствие к звездам за пределы Марса и за пределы Венеры, ближе к Солнцу. У них меняется температура, у них... А на Солнце-то там, представь, что там будет как-то не сгореть? Ой, слушай, там вообще замечательный климат на этом накроет. Астрономы утверждают, что там 0 градусов в зависимости. Так, значит, там жизни есть? Нет, ну с какой стати? Ну если 0, то, как говоришь, замечательный климат. Ну, воздух это нет, гравитации-то нет. Ну почему? Есть бактерии, которые могут жить в ней без воды? Ну, наши завезут, да. Потом хочешь там грибки, тараканы. Такой таракан путешествующий межгалактический. Ну, это ясно. И потом, может быть, там есть и вода? Может быть. Может, даст ее каким-то образом добывать. Какую-нибудь установку энергетическую... То есть она была 5 км в диаметре? Воду всю выпьет? Да. Не, ну остальное воду-то куда? Они с собой ведут, что ли? Они там ее ставят против отхода. Вот. То есть вот такая простая... Судя по всему, когда говорят о программах исследования астероидов в Америке, то она примерно такая же, думаю. Я думаю, что они берут самые круидные. Спрашиваются, почему раньше его не нашли? Но его открыли в 86-м году. Тоже астроном-любитель. Как и сейчас все делается в астрономии, большая часть делается с астрономами-любителями. А почему не бурят Землю вглубь? Тоже же проблема. Перестали углубляться. Почему? Кольская там сверхглубокая. А то у нее она же не работает. Ну, может быть, перестали. Не, ну как бы если мы пытаемся вверх подняться, почему не углубиться вглубь? Вглубь тоже, нормальная. Нормальная вещь. Ну, это не имеет отношения к предлагаемой космической продавне. Так, то есть, извини, Игорь, я правильно понял, что получается, что американцы разрабатывают программу, и японцы уже осуществили, да? Ну, у них они к обычным астероидам, в астероидном поясе летают. Летают в астероидном поясе летали. Сейчас они в конце этого года опять отправляют второго сокола туда, он опять полетит и будет исследовать. Хороший, готовься, мы тебе как астронавт... Не, я Саше предлагаю, он как этот. Как летчик, как космонавт. Есть шанс, шансы слетать на Круитне. Год там потусуешься, потом... Точнее, все будет шесть, займет порядок. Ты, на самом деле, одно не понимаешь, что для того, чтобы это осуществить, какая же должна быть экономика и развитая инфраструктура? Так экономика будет... Для того, чтобы просто разработать все это, от начала до начала... Да это несложно, это несложно. Такая программа, она, по сути, в том-то и прикол состоит, что она вполне доступна стране масштаба Ирландии, а не Швейцарии. Вот эти московские ракеты-то. Спайс Икстер. Московские? Московские. Вот это бывает. От Москвы? Эйна Маска, Тесла, Моторс и всякое прочее. Если они действительно там уронят так себестоимость полета сильно, и они сделают более мощную ракету, там любое частное лицо может слетать будет на Круитне. То есть вот эти ребята, например, которые сделали World of Tank, им это будет по плечу. То есть вот эту штуку. Это дешевая программа. Это тебе не Луна. Тебе не надо цистерну горючего, даже не цистерну, а 10 цистерн горючего, чтобы подняться с Луны туда везти. Тебе достаточно одного Алексея. Это странная задача, понимаешь, которая объясняется только тем, что нам ее лучше сделать. Да, да. Ну, это технологически... Это, допустим, посадить на Луну, а зачем это делать? А почему технологическая задача? А у нас есть то, что мы можем решать. То, что мы можем делать. С другой стороны, она имеет большую историческую, научную ценность, потому что путешествовать на Куритне и вокруг Земли, вот по такой стороне... Но у тебя, кроме какого-то, нового Куршавелья, это в космосе, я что-то другой никакой ценности до него не успею. Нет, есть научная, астрономическая, какая-либо еще, инженерная. Для того, чтобы развивать инженерию, надо перед ней ставить сложные задачи. Эта задача сложная. А то бац, и полетел туда. Это что, это какое шоу можно из этого устроить? Ну, опять же, у тебя все как бы касается именно шоу и того, что там в Куршавеле строить, то есть проще. Да. Давайте как бы деньги потратим на что-нибудь. Все, каждое, потом будет демонстрация, что такое нам отказали в этих основных, основных наших потребностях, а какие у вас основные потраты. Да вот мы тут на Куритне хотели сказать. А нас не пускают, говорят, что все, ваша пенсия, это дело не будет смотреть. Медицинская страховка тоже. Можешь потратить лучше деньги на продолжение жизни, на вечную молодость. Да на все надо тратить деньги, на всякие сложные... Но где взять-то столько денег, что если на все тратить? Да это небольшие деньги. Я говорю, что японская программа 150 миллионов всего стоила. Не, ну если по 150 миллионов это миллион проектов, то... Ну, а у нас один стадион, два миллиарда, ну... Два миллиарда стадиона, который строится столько лет. Причем на месяц... Сначала один нормальный разрушили, и теперь другой создавать. Это, конечно. Ну, так это же вообще... А у них космическая программа 150 миллионов долларов обошлась, да? Да, вот японцев запускает это их. Ну, там наверхайки. Там же не человека посылали, наверное. Да, у них там... А, миниатюрная, как все, японцев. Ну, правильно. Прыгающий робот, который должен был спуститься... 500 грамм весил. Так я почему бы... Они его так и потеряли. Он космос улетел. Система для обеспечения для человека будет стоить... Наверное, там... И разработка это все... Настолько, сколько... Вся эта система уже есть. Оно не сложнее системы на космической станции типа того же МКС или Салюта, или станции Мир. Не сложнее. У тебя прелесть в том, что ты можешь на него сесть и можешь легко с него взлететь. Дешево. У меня открывается сон на уколоце. И с другой стороны это такое путешествие. Реальное путешествие к звездам. Вот тебе эклиптик осталось, а ты из области эклиптики улетел. И все. У тебя все планеты и Солнце, они в другом мире находятся. Ты здесь летишь, у тебя кроме звезд и реального космоса уже. Ни дальнего. Ничего нет. А если там, допустим, это какое-то излучение там есть? Ну, кранты. Ну что, кранты, кранты. Я же тебе объясню. Допустим, излучение солнечное жесткое. Там еще что-то там делать. Там же нет атмосферы. Сначала робота пошлешь, потом он расскажет тебе. Ну, вот такое еще излучение и на МКС тоже такое же. Ну, ничего не хуже. Ну, там, конечно, подлетишь там в два раза ближе, чем Земля находится к Солнцу в определенный момент. Ну, так и как рот зародишься в Землю, будешь там сидеть, выглядывать. Игорь, а как насчет того, чтобы по православным организовать Куитни у нас на Земле? Ну, то есть взять, взять кусок Земли на Рублевском шоссе или там, где нужно, обнести его промоколь. Да, повесить эти таблички, что это вот Куитни, там, не надо разрабатывать ничего там. И повезлить они в космос. Ну, просто этот проект будет столько раз дороже, чем полет-крульт. Нет, потому что лететь в космос не надо. А просто люди, которые там будут сидеть, они будут воображать, что они летят в космос. Нет, они будут что-то... И они будут пытаться подпрыгнуть. И в самом деле летят в космос, потому что они... Во-первых, они в самом деле летят в космос, да, если так подумать? Они предшествуют на Земле, да. А с другой стороны, представляешь, какая экономия? Фактически это родил участок. Да, может, да, может. Потому что ты знаешь, сколько земля стоит на рублевском шоссе? Куитни на рублевском шоссе будет дорогим очень. Ну, хорошо, но не рублевском шоссе. Плюс пьяр, плюс откат. Где-нибудь, а-а-а, да, вот это да, это правда. Я тебе говорю, слетать до Куитни дешевле, чем несколько километров дороги построить в Москве.